добрый день друзья мои гости канала сегодня мы с вами в тель-авиве я хочу вам показать этот город без перемен его называют сегодня я пришла провести здесь вечер у меня здесь маленькие дела хочу показать вам как красиво тель-авив это высший пилотаж это автобусная станция которая ездит далеко в дальние страны на дальние рейсы или в арабские деревни это еще одна автобусная станция в центре потом еще я еще должна дойти еще есть две автобусных станций я хочу вам показать самый центр это рамадган центре и красивее друзья не бывает все бриллиантовые биржи все самое красивое и самое дорогое конечно находится в рамадгане друзья мои я с удовольствием хочу вам это показать и поделиться немножко поднять вам настроение шалом израиль я благодарна всем зрителям и гостям канала друзья мои подписывайтесь смотрите канал я вам покажу много интересного сейчас мы идем по улице орлозоров да конечно это это все офисы в основном офисы ну и частные дома в гостиницах конечно есть номера из в основном такие гостиницы которые половину половина квартир покупают новые русские таких модно называть а половина сдается в гостиницу люди приезжают да тель-авив это красиво я живу в натании это 30 минут от тель-авива я люблю приезжать тель-авив погулять но жить здесь я бы не очень честно сказать хотела здесь нет перемен то есть перемены есть вместе мировые но здесь нет выходных и праздники войны и люди гуляют отдыхают другая жизнь конечно более чем у меня в натании здесь жизнь бьет ключом друзья мои мы еще встретимся самое интересное все впереди до новых встреч я вас люблю ваша алина спасибо кто со мной кто ставит лайки кому нравится а с правой стороны друзья это каньон чтобы люди больные у них поднималось немножко настроение они ходят по каньону внизу есть рестораны да посмотрите пожалуйста это переход из каньона в больницу который будем когда нельзя выходить смотрите пожалуйста да мы сейчас выйдем и я иду к врачу он сидит в больнице тоже пристроенной рядом у меня там частный врач смотрите друзья мои наши больницы слава богу они очень полны есть мало людей можно пройти каньон неполный такси стоят пустые значит слава богу ну я хочу вам сказать что действительно корона утихомирилась да и мы немножко вздохнули все мы ходим конечно все в масках безусловно и придерживаемся всех правил ну открыли и лад и мертвое море да скоро я вас обрадую красивыми фильмами с мертвого моря я купила билет на 22 число без радошем мы поедем будем отдыхать сейчас я должна пройти этот шлау бау и зайти в гостиницу в эту вот в этот каньон там где ее офис мои врачи вот здесь она сидит сейчас мы зайдем сюда мы идем сюда вот мы опять подходим в вайцман это улица а сити это город да вот мы проверяем температуру видите друзья все подставляют руку да и мы заходим сюда мигдаль мерказ вайцман малон витали здесь офис моего врача сейчас мы посмотрим как там ну это конечно 5 звездочек с половиной если не 6 какой запах французского одеколона здесь прямо при входе смотрите друзья мои да здесь сидит мой частный врач сейчас мы идем в лифт на 12 этаж сейчас посмотрим нам надо вот в этот лифт сейчас мы подождем да вот наш лифт да я благодарна всем подписчикам канала всем зрителям друзья мои я вас всех обнимаю всех люблю и уважаю пишите обратную связь мне приятно кто смотрит кому нравится что вы хотите видеть я вам все расскажу сейчас мы идем к доктору 12 мы должны зайти рак рейга рак рейга мы пошли не в эту сторону нам надо сюда я сюда прихожу раз в год поэтому я не очень хорошо помню какую сторону друзья мои я благодарна всем подписчикам да вот мы пришли к моему доктору до новых встреч друзья мои я вам еще все расскажу и покажу добрый вечер друзья мои с вами алина мы в израиле в тель-авив друзья мои город без перемен в тель-авив ир лиле овсака тиро и зи-оффи они рута ля рот ля хэм это медина шиляну эрит израэля ктана все эти здания я хотела вам показать чтобы они горели вечером сейчас я до них дойду вам покажу эту красоту чтобы вы видели друзья мои чтобы я могла вас чем-то порадовать очень красиво тель-авив город без перемен здесь нет праздников нет здесь праздники двойные здесь нету выходных вот это я хотела вам сказать здесь нет выходных здесь все работает вечером одно закрывается другое открывается и вот так идет жара но единственное что сейчас ну потому что есть корона так у нас есть введено правило что вечером 8 часов будут закрываться не будут работать ни рестораны ни свадьбы не делают ничего это все остановлено благодаря тому что наше состояние с короной улучшилось намного поэтому наши дети идут на следующий вторник уже в школу слава богу да у нас очень помогло это закрытие которое было на все праздники и каждый шаббат и что нельзя ходить и только домашние что были рядом гости нельзя никуда нельзя это помогло друзья у нас сильно упала это вот корона в смысле люди начали выздоравливать меньше заражений все ходят в масках моют руки очень сильно следят за всем этим делом и есть результат да есть результат поэтому все открывается поэтому я решила я смогла приехать и показать вам это все иначе бы я не могла приехать в Тель-Авив у нас неделю назад стояли полиция на тех перекрестках страны там где спуск на трассу нельзя было выезжать из города вот две недели как убрали все поэтому я хочу показать вам сейчас как раз моя очередь пришла сегодня и я могу вас обрадовать друзья мои я благодарна всем зрителям всем подписчикам канала я всегда буду стараться радовать вас с интересными вещами вот наши машины нескончаемый поток да и там наши светофоры и вот так вот все конечно так красиво вечером я даже не могу перейти дорогу друзья прямо это просто какой то кошмар сейчас сейчас я перейду и мы идем я вам все покажу самое красивое не уеду домой пока ванну сниму эту красоту сейчас друзья мои пару секунд и найдется интеллигентный водитель который меня остановил я могла пройти вот я вам показываю каньон Азриэли очень знаменитый в Израиле когда был 2000 год так на этом здании за сутки было написано время и часы и сколько минут и часов потом секунд осталось до миллениума миллениум это когда был 2000 2000 год и начался фейерверки музыка и все да и было очень красиво и кто тогда думал что когда то будет корона и кто вообще об этом кто то думал и вот друзья мои вот эти здания Исраиль Канада написано наверху я хочу вам показать там справа прямо и справа слева остался наш Рамадган да и туда друзья ему попадем и там я вам покажу сниму но сегодня я хочу вам снять вот здесь вот эту красоту да это центральная улица все та по которой я раньше шла это ее продолжение у нас друзья один светофор меняет название улицы потому что страна маленькая даже один светофор может перекресток может разделять города да так что потому что маленькая страна пела Наташа Королева да и вот друзья я вам показываю все хотела сократить путь но у меня не получилось и мне надо обойти да я вас люблю друзья мои я вас обнимаю нуждаюсь вас мне очень приятно дело для вас приятное немножко свет в ваши души немножко капельку счастья надо туда капнуть и уже было бы хорошо так по-женски я знаю вы меня понимаете друзья я еще открыла хочу открыть думаю открыть канал скорпиончиков это не в том что не дай бог что я не люблю другие знаки зодиака или мне не нравится нет просто я скорпион у нас в семье много связано со скорпионами друзья я вышла хочу вам показывать это все я хотела бы открыть такую страничку для скорпионов и хотела бы узнать ваше мнение чтобы никого не обидеть чтобы это это как мне перейти дорогу я была бы очень счастлива да сейчас мы пойдем сюда youtube youtube сейчас мы перейдем красный свет будет зеленый мы перейдем красота бери не хочу вот это все умные дома там где хлопаешь зажигается свет топаешь течет вода свестишь открывается дверь вот это умные дома да но цена умного дома около миллиона долларов друзья не ловите меня на слове ну примерно так рассчитывайте если кому-то нравится так пожалуйста а еще знаете что у нас есть вот стоит самокат смотрите друзья мои самокат в этот самокат надо поставить вашу банковскую карточку и вы можете ехать на нем куда вам надо на радиусе Тель-Авива в любой точке Тель-Авива вы можете его оставить и делать свои дела есть специальные машинки которые их забирают наполняют их электричеством и оставляют и на них нельзя выехать за радиус Тель-Авива их нельзя украсть и это очень удобно потому что сегодня приехать в Тель-Авив на машине это просто жесть честно сказать а вот эти самокаты это очень хороший вариант вот я вам покажу вот он стоит ждет своего следующего покупателя проезжего он вставляет карточку и едет куда ему надо это неплохой бизнес я могу вам сказать мы опять стоим на светофоре как приличные люди а вон там Рамадган друзья мои смотрите вон там Рамадган да мы переходим Тель-Авив Рамадган так вот я хотела вам сказать что у нас улица может разделять города и может светофор разделять разные улицы мы конечно очень тяжело привыкали к этому когда приехали да это было непривычно маленькая маленький вообще израиль 600 километров по длине и 40 километров 50 по ширине от Тулькарем до моря то есть от арабов до воды 50 километров ширина а длина 600 километров вот второй видите друзья мои стоит самокатик тоже ждет своего клиента да и вот это здесь хороший бизнес вот а я сейчас иду вот я приехала в Тель-Авиве на машине на такси потому что невозможно здесь поставить здесь вот видите ездят здесь невозможно поставить приехать лучше приехать на таком такси международном междугороднем да я благодарна друзья вам что вы смотрите меня что вы любите что я вам снимаю я очень долго хотела вам это показать смотрите сюда какая красота смотрите мне нравится мне нравится делать вам приятное вот как так я могу сказать да окей хорошо друзья мои мне было очень приятно сегодня провести с вами вечер до новых встреч ваша Алина Тель-Авив Израиль бай бай до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч